Лия, ты знала, что бабочки оказываются абсолютно бесцветны? Как так? А я что, дальтоник что ли? Я сто раз видела белую капустницу, рыжий экземпляр павлиний глаз, да лубянка, ну тут все понятно. А махаон какая интересная бабочка. Да нет же, все дело в отражении нужных волн на чешуйках крылышек. Как все запутано. А вообще, ты с чего про насекомых-то заговорил? Просто ученые хотят использовать этот принцип для создания новой технологии электронной бумаги. А ну-ка поподробнее. Поподробнее тебе расскажут редакторы iNews. А я пока поизучаю бабочек. Какими мобильниками мы будем пользоваться в этом году? На этот вопрос ответили производители сотовых телефонов на выставке Mobile World Congress. Компании Microsoft и Nokia представили свои новые операционные системы для мобильных. Samsung удивил телефоном Wave. Тонкий металлический сенсорный моноблок с экраном нового поколения, работающий на фирменной ОС Bada. И еще один гаджет от Samsung i8520 Halo, работающий под управлением Android OS. HTC представила два смартфона – Desire и Legend. Оба обладают AMOLED-дисплеем. Удивила новинка и Motorola – Quench и Motorola. Наиболее привлекательная вторая модель. Она обладает камерой с функцией записи HD-видео и крупным ЖК-дисплеем. Оба устройства – Moto работает на ОС Android и не имеет клавиатуры. А самой интересной новинкой стал телефон Puma, выпущенный совместно с SatGem. Телефон спортивен. Он оснащен шагометром, GPS, секундомером и наличием солнечной панели на задней крышке. Но не только мобильниками удивляют производители. Компания Qualcomm разработала новую технологию электронной бумаги – Mirastol. Ее принцип состоит в том, что полупрозрачные мембраны, каждый из которых представляет отдельный пиксель, могут изменять свое положение под действием электрического тока и по-разному преломлять свет, создавая таким образом цветную картинку. Это так называемый принцип бабочки. Для поддержания изображения энергия не нужна, как в E-Ink – электронных чернилах. Для подсветки используется окружающий свет, отраженный от зеркальной подложки дисплея. Mirastol можно использовать для чтения электронных книг, просмотра видео, игр и выхода в интернет. Еще одно изобретение, которым удивляет ученый – устройство трехмерного отображения информации. Суть проекта под названием FlyFire состоит в том, чтобы использовать миниатюрные радиоуправляемые вертолеты, оснащенные светодиодами, для формирования изображения. Каждый из вертолетов с четырьмя пропеллерами будет использоваться как один пиксель. Система выстраивает пиксели в нужном порядке, получая трехмерное изображение. Ученые планируют обеспечить точнейшее позиционирование пикселей и разработать механизм самокоррекции положения вертолетиков.